Энергетическая проблема сегодня является одной из самых актуальных для всего человечества. Традиционные источники нефть, газ и прочие постепенно теряют свою актуальность. Использование солнечных батарей, ветровые и гидроэлектростанции, биореакторы становятся популярными изо дня в день. К примеру, только в Акмолинском регионе в 2013 году агрофирмой «Родина» построена ветроустановка мощностью 750 кВт. В 2015 году ТО «Первая ветровая электрическая станция» запустил ветровую электростанцию с мощностью 45 мегавольт в Ерементаусском районе. В 2019 году запущен первый комплекс ветровой электростанции. Использование зеленых и ресурсоберегающих технологий в настоящее время одной из актуальных тем является. Что касается зеленой энергетики, на сегодняшний день у нас уже в регионе имеется 13 проектов, из которых 12 – это ветровые электростанции и одна – солнечная электростанция. Из их 13 проектов на сегодняшний день 8 уже реализованы в Варшалынском, в Ерементаусском районе, в Целиноградском районах. Установлена мощность введенных энергообъектов составляет порядка 280 мегаватт в час. На сегодняшний день в Ерементаусском районе ведется строительство ветровой электростанции на 50 мегавольт стоимостью 27 млрд тенге. Проект предусматривает строительство 15 ветровых турбин. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В Варшалынском районе ТО «Борелэнерго» ведутся проектные и изыскательные работы по строительству ветровой электростанции на 206 мегавольт стоимостью порядка 98 млрд тенге. Реализация проекта планируется на следующий год. На территории Варшалынского района в 2018 году был реализован крупный проект по строительству ветровой электрической станции ТО «САТЭК Грин Энерджер». Данный проект подразумевает выработки мощности 100 мегаватт в год. Было ими возведено 29 ветрогенераторов. Данное предприятие обеспечивает электричеством нашу столицу, город Астана. Данное предприятие также вложило инвестиции в район 84 млрд тенге. Кроме того, они также создают рабочие места в количестве 300 человек. Основная рабочая сила является жителей нашего района. По словам руководителя управления о реализации и мониторинга объектов возобновляемых источников энергии Министерства энергетики Республики Казахстан Даулета Закарьянова, до 2025 года планируется ввести 49 объектов ВЕЭ мощностью 860 мегавольт. Преимущество на ветровые, солнечные и гидроэлектростанции, которые позволяют создать дополнительные рабочие места, вырабатывать зеленую электроэнергию, а также привлечь инвестиции в регионы. Внедрение таких технологий – непростая задача. Необходимо понимать, что это веяние современности. Учитывается решение вопросов энергокризиса и повышение тарифов.